Здравствуйте, дорогие друзья! На виблейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Несколько лет держу великий пост. В последнее время стало тяжело без белковой пищи. Нельзя ли хотя бы по субботам и воскресеньям есть рыбу? Можно ли самому себе определить меру поста? Друзья мои, можно и нужно. Тебе кон, устав — это некоторый ориентир для нас. Вот тебе максимально возможная планка, которая доступна человеку. Олимпийские нормативы. Ну а разве школьнику или пусть даже мастеру спорта? Или кандидату в мастера спорта? Можно ли предъявлять нормативы олимпийских чемпионов? Ну он должен знать, какие они есть. А то подумает, что ну я молодец, я уже многого достиг. Разве есть еще в мире люди? Сильнее, быстрее, выносливые меня. А ты посмотри нормативы. Ого-го, да ты только вообще там на третьей ступенечке из сорока. Да, еще работать и работать. А если он сразу начнет на себя брать нагрузки, какой-нибудь штангист? А сколько надо поднять за раз? Там 230 килограмм можно поднять. Ну хорошо, с них и начну. Эй, дружище, гантельки, вот, по 3-килограммовые, возьми них. Нет-нет, вот же написано, я могу. Вот есть люди, которые 200 килограмм поднимают. Ну, значит, возможно. И без тренировки все останется без спины, без ног и без головы. Больше такого человека в спорт не впустят. Здесь тоже это духовный подвиг, духовный спорт. Как об этом постул Павел пишет, он сравнивает нас с спортсменами, которые трудятся для венцов тленных, а мы для венцов нетленных. Понемножечку входи в аскетику. Ну, чуть-чуть. Можешь питаться без мясных продуктов, но без молочных не можешь. Ну, хорошо, ешь без мясных продуктов, ешь молочку. Побыл какой-то годик-полтора в таком состоянии. Ну, пора увеличивать нагрузку. Давайте при безмолочных продуктах. Получается? С трудом. Ну, давай, ладно, кефирчик пей. Вот, сгущеночку, наверное, закрой на замочек. Хорошо. Потом еще пройдет какое-то время. Так, ну, пора, наверное, уже вообще без молочных продуктов. Организм позволяет? Позволяет. Врач твой, гастроэнтеролог, допустим. Разрешает? Разрешает. Хотя, дай им волю, они никому не будут разрешать. Другая проблема. Ну, организм адекватно реагирует на перемену пищи. Нормально? Вы тянешь еще? Тяни? Хорошо. Давай. Усугуб пост. Можешь без рыбы? Отлично. Давай, питайся без рыбы. Можешь без подсолнечного масла? Ну, отлично, питайся без масла. Смотришь, что как-то не хватает сил ни на работу, ни на семью, ни на что. Только спишь и спишь. Мозги не работают. Совершаешь много ошибок. Так, не хватает каких-то микроэлементов, которые ты раньше через еду принимал. Посмотрите, как вегетарианцы живут. Они что думаете, просто не едят мясных и молочных продуктов? Нет. У них огромное количество заменителей. У них там вот такие списки. Что надо есть? Какая-то там спаржа, какие-то там фасолька такая, красная, белая, желтая, серо-бурмалиновая, брокколи, какие-то добавочки, витаминки, микроэлементики. Вот такая коробка разных там биодобавок. Потому что ты же просто там просишь рожки и ножки, если будешь так сурово питаться, не живя в Средиземноморье, там, где писались эти все уставы. Поэтому с умом надо подходить. Начинаешь серьезно поститься? Давай, заменяй. Грибочки давай ешь побольше. Те же сами вегетарианцы, они прямо там закупаются таблеточками из разных грибов. Их можно не есть, их можно принимать. Это такой непростой вопрос. Молодой человек может там голодать и не обратить внимания, как там организм реагирует. А когда тебе уже за 30? Старички мы уже с вами, старички. Надо уже консультироваться со специалистами. Как зайти в пост, так, чтобы не выйти с него вперед ногами. Так что не потерять здоровье, как Ян Златоуст, который постился усердно. Я желудка приобрел очень быстро. Потом бегом после литургии вкушал всякие булочки, пирожочки. И за это обвинялся недоброжелателями в очревоугодии. Вот. Архиереи нам досталось. Только еще люди из храма не вышли. Тут уже бегом-бегом кушать, кушать, кушать. Прожил он, кстати, недолго. Не по этой причине, но, тем не менее, здоровье было хорошенько. У него аскетикой испорчено. Но не у всех. Некоторые жили долго и счастливо. К чему это все? Каждый сам должен для себя решить, на самом деле. Что ест, что не ест. Когда мне подходит бабулечка, лет 70-ти. Вот, батюшка, каюсь. Кефирчик пила в пост. Боже ты мой. Какой тут грех? Это лекарство для тебя. Это не еда. Это лекарство. И та еда, которая для вас, друзья, является лекарством, а не угождением чреву. Это не греховная еда. Просто для себя решите. Что вы едите, что не едите. Можете взять один раз и на всю жизнь. У батюшки благословения. Без кефира жить не могу. Ну, никак. Посты не переживаю без него. Тачу все. Все разваливается. Даже на службу прийти не смогу. Он говорит, ну, хорошо. Пейся кефирчик спокойно. Ну, на страстной не пей, если хочешь. Поэтому все очень тонко. И Господь не будет не засчитывать ваш пост, потому что вы постились не так, как Мария Египетская или Зосима Блаженной. Поститесь по мере сил. Главное, не забывайте, что содержание поста не сводится только лишь к гастрономической его составляющей. Пост — удаление от злых дел. Пост — это время сугубой молитвы. Пост — это время регулярного причащения. Пост — это время дел милосердия. Вот это все является постом. Молитва, дела милосердия, милостыня, дела любви и гастрономическая составляющая, которая должна была бы помочь тебе больше молиться, тоньше чувствовать Господа Бога и Его призыв к тебе, исполнять заповеди, читать Писание, послать и творить дела любви. Вот для этого нужен пост. Пост — не самоцель, пост — средство. Пост — средство приобретения добродетелей, а не самоцель. Помоги нам, Господи, поститься правильно, разумно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...